Неоднократное обращение покровчанина Владимира Пономарёва к местному председателю Томса Денису Авдееву по поводу спасения одного из любимых у жителей села Озеро. Так и остались неуслышанными чиновникам. Напомним, неравнодушный к окружающему запустению своей малой родины Владимир Пономарёв просил сельского председателя помочь очистить озеро ещё прошлым летом. Но, как говорится, воз и ныне там. А покровчане своими силами пытаются сохранить то, что им было подарено самой природой. Мы вчера пришли на рыбалку. У нас были грабли сделаны самодельные. Я одел костюм. Грабли зацепились, что не могли вытащить. Костюм одел. Давай почистили немножко озерков. Вот мы вытаскивали траву, чтобы можно было закидывать поплавок и рыбачить. Сейчас вот с людьми поговорил. Они, да, говорят, давай соберёмся, почистим. Кто чем может. Кто с граблями, кто с чем. Я говорю, ребята, давайте найдём тросы. Тросы найдём и два трактора. Один в другую сторону тянет, другой в другую сторону тянет. Вычистим озерко и будем опять рыбачить. И всё. Председатель у Томса обратился. Он сказал, его даже в плане этого нет. Прикрываться планами и нехваткой денег – самый лучший способ чиновников Артёмовского городского округа – избавление себя любимых от лишних забот и хлопот. А ведь память людей сильнее планов. В нашем школьном музее даже, видимо, это озерко есть. Фотографии и всё. Как говорится, история этого озерка есть. Берег раньше вот в этом месте был. Вот. И в этом месте где-то от берега метра три, наверное, может, четыре. Глубина была два метра. Даже с лишним, наверное. Почистили люди. И карасей ловили, и купались. Как говорится, и утки плавали, и гуси плавали. Люди наслаждались, смотрели природой рядом. И дети даже рыбачили маленькие, вот такие вот. Плотики были. Плотики были. Здесь вот плотик был. Здесь вот плотик был. Там плотик был. Стираться ходили, полоскаться? Да, полоскались люди. Нарадоваться не могли. А сейчас всё. По словам Владимира Пономарёва, озеро, даже погибающее, пользуется до сих пор спросом у местных жителей. Всё зарастает. Тут даже женщины приходят. Три женщины пришло. И внучка с ними. Тоже с удочками. Удочки, как говорится, ещё деревянные, что раньше телескопических никаких не было. Вот рыбачат, им интересно. Проводят время, отдыхают. Сейчас всё зарастёт. Оно вот ещё в два раза меньше стало. Оно сейчас уже пахнет. Рыба-то вот ходит, играет. А у неё, как говорится, еды хватает, а клевать не плюёт. Вот сейчас вот тросы найдём и будем своими силами, как говорится, из своего кармана делать эту работу. Сегодня покровчане всё чаще задаются вопросом, зачем им такой руководитель, когда людям самим приходится выполнять всю работу. Кому это обращается, неизвестно. К самому чёрному это бесполезно уже. А и народ уже не верит никому. Сколько раз спрашивал, я говорю, да пойдёмте сходим, пойдёмте. А что, говорит, толку идти? С ними разговаривать – это бесполезно. Они согласятся, а в итоге скажут, да ну и пусть так всё самотёком катится. Развалим остатки деревни. То, что в Покровском уже давно, всё идёт самотёком. Это не пустые слова местных жителей. Взять, к примеру, мост через речку в районе Бурлаков, где ранее была построена плотина. Сегодня данное сооружение и не знаешь, как назвать. Раньше плотина, это вот деревянная была. Она держала. Потом взяли, решили отремонтировать мост. Положили плиту, а старую плотину убрали. По эту сторону у нас воды было много. Здесь вот была болотина. Утки плавали. Там ребята везде купались. Мы даже купались. Нырялки делали. По эту сторону мы. По эту сторону. Здесь вот на повороте тоже купались, делали нырялки. Данный мост совсем небезопасный. Тем более для местной детворы, считает Владимир Пономарёв. На мосту дети находятся, друг друга толкнут. Высота метра, наверное, 4-5. Об камень, об дерево столкнули, упали. Вот, пожалуйста. И тоже обратился по телефону председатель Абдееву Денису Сергеевичу. Прошлый год еще говорил, нынче опять напомнил. Он назвал это место моста, мостик. Я говорю, в центре живут люди, а у нас, в Бурлаках, говорю, не люди живут. Для центра, пожалуйста, все, для Бурлаков ничего. Как председатель Томсов сказал, это мостик, через который скотину гоняли. Я говорю, почему скотину, техника ездила, все ездила, и люди ходили. Раньше, в свое время, перила были. Перила все исчезла, я говорю, никому ничего не надо. Перила вот были в этом месте, вот. Вот следы остались. А плотина вот такая же, вот за плотой была мост, вот деревянный. Внизу там бревна-то остались от него. Это-то уже как бы свежее сделали, чтобы хотя бы воду-то немного держало. Без последствия такого ремонта моста, конечно, не обошлось. Сегодня, где раньше купались и ловили рыбу, река превратилась в ручей. Вот, пожалуйста, где у нас тут по речке пройтись, искупать или что-то. Порыбачить даже негде. Что в эту сторону, что направо, что налево, вся речка заросла. А в этом месте раньше, как мне отец рассказывал, упали лошадей. Плотина была сделана вообще деревянная. Воды хватало, и рыба всякая водилась. И каразм, и щуковок, пескарь был. Ловили, пулькались вот здесь вот, в ботину. Купались даже везде, как будто. Сейчас негде. Все заросло травой, все сузилось. У нас получается сейчас не речка, а ручеек. Так же, как говорил, что в сосняках почистили, это сделали отмывание денег. И никто за это не вяжется, никому это не нужно. Так же и этот мост. Сделали, плотину за пруду не могут сделать, чтобы в речке вода приподнялась. Когда вот наш председатель Томса уделит внимание на район Бурлаков, вообще непонятно. Как он обещал, в девятнадцатом году сразу с района Бурлаков начнем мусорные баки устанавливать, площадки делать. Все вот это, позвонил у него, спросил, он мне отвечает. Там у них что-то, аукцион какой-то был, кто-то что-то не прошел. Какие-то опять размеры, что-то изменилось. Что будет, вот с 1 июля опять. Плиты они приобрели, что лежат у плотины у них там. Мост в Бурлаках не единственный показатель отсутствия рвения местного председателя. Сделать жизнь своих односельчан комфортнее и безопаснее. Я говорю, ну Денис Сергеевич, такой вот вопросик. У нас, говорю, вниз по улице, где я проживаю, два колодца, они оба проваливаются. Таких лучше засыпать, делал ведь народ. Я говорю, есть программа, реставрируют колодцы. Так надо обращаться туда. Из этого дома воду носили, из этого дома носили, тут воду носили. Тут дома были, они погорели. Все, тут было много молодежи, раньше жило. Вот последнее время. Все отсюда уехали, всех ехали. Никаких перспектив, ничего у нас в селе нет. Выделили деньги на крышу клуба. Уже прошло середина лета. Не видать ни материала завезенного, ни ремонта крыши не идет. Когда он будет осенью делаться, когда будут проливены дожди или что, вообще непонятно. Парк сделали у нас. Сделали в кругу как бы фонтан, четыре скамеечки или сколь там. Больше ни скамеек, ничего нет, все зарастает. Сравнивая ухоженные, красивые сельские территории стран Европы с нашими заросшими камышом и бурьяном, где озера превращаются в болото, а реки – в ручьи. Возникает вопрос, какими же моральными и профессиональными качествами руководствуются чиновники на Западе. Что нашим жителям остается только молча завидовать и мечтать о такой вот комфортной жизни.